Хей, йоу, ребятки, всем привет, приветствую вас на канале Play It Home Ну что, продолжаем с вами играть и проходить наш фар-менеджер Значит, у нас сегодня будет с вами посвящена голова и серия производства сока Сейчас будем строить с вами завод, естественно, да, по производству Ну и посмотрим, насколько нам это все дело будет прибыльно и хорошо приносить нам денежку в карман Так, ну давайте пока параллельно мы будем, естественно, заниматься разнообразными мелкими заданиями, которые у нас тут с вами есть Ну, точнее, с заданиями как сборами, да, на нашей с вами ферме И это сюда отправляем И это, блин, не то нажал, сори, не замечал картинку, это уже на автомате-то нажмайкаю Эть Вот так вот Так, ну и да, и последний у нас остался Тут, конечно, с этими перцами надо будет, походу, заморачиваться сейчас будет по полной программе Хотя, если честно, уже объемы увеличиваются, поэтому не очень удобно Так, значит, что, нам надо построить склад с холодильной установкой и небольшой цех по производству сока Давайте, во-первых, посмотрим, что это такое у нас, где это находится, с чем едят Так, у нас есть большой склад и небольшой склад О, точнее, цех Хорошо, нам нужен небольшой Давайте, значит, его... Слушай, а у нас, получается, три сока всего, да, находятся? Может быть, поставят три завода? Сейчас, подождите, я проверю, какие вообще соки-то у нас есть в игре А то я что-то как-то погорячился Сейчас посмотрим Вот, кстати, сделаем, чтобы была максимальная картинка Мы сейчас заходим вот сюда В автоторговлю и снимаем продажу вишни Далее, там что там, томаты и яблоки, да, у нас Так, яблоки сняты Клубника Морозка Так, стоп, у нас получается только, да, три сока Томатный сок ставим в продажу сразу же И яблочный сок ставим в продажу Вот, помидоры больше не продаем Все будет перерабатываться Так, вишня, это заморозка Да, все продукты, остальные мы с вами, получается, оставляем Так, я что-то третьего сока не вижу, е-мое Нас только два увидел А, вот вишневый Его наставим на продажу Тогда сделаем следующим образом Давайте с вами поставим три завода Да, да, вы не ослышались Сразу три Значит, как их они по размеру-то у нас будут идти Хм, так, влезет, наверное, сюда один Ну, давайте попробуем сюда их внедрить сейчас Предположим, где-нибудь вот здесь Да, мы их поставим Бац Следующий завод такой же у нас идет Небольшой Теоретически он должен влезть здесь у нас Да, он влезает А, знаешь, как мы сейчас сделаем Во, мы сейчас сделаем как Мы сделаем сейчас по фэншую вдвойне Мы сейчас здесь дорогу проложим Двойную асфальтированную Раз Так, ну, давай Два Готово, да? Теперь к нему ставим Следующий наш завод Тоже маленький Вот сюда Правильно? Да И нам нужен еще один завод Получается, маленький Хрязь Ставим его вот здесь Вот таким вот путем И далее добавляем сюда еще склад Склад с холодной установкой Холодильный, точнее Эть А сейчас буквы влез бы еще один Я бы поставил бы два Если честно бы сразу же Ладно, ставим пока один А там уже как получится Такой неплохой у нас Точнее, неплохая такая у нас Территория получается, да? По производству О, слушай, у нас тут все поспело Надо собирать уже Да Однозначно Отправляем на сбор А, нет Сейчас нам это не с руки Подождем пока построится завод А после этого уже отправим На сбор Иначе у нас это все просто Продастся На машинах И поехали Так, что у нас тут еще есть Чем можно собрать и убрать Трава Трава нормальная О, перчики Ну давайте пособираем перцы Ну что ж, отлично Построили мы с вами Три завода Построили мы с вами С одного склада Такой, короче, у нас такой Индастриал Темка появилась Значит, вот здесь еще Пришлось мне построить одно здание Я посмотрел У нас по три человека Надо сотрудника Поэтому мы сейчас В эти дома будем Трудоустраивать Те, кто умеет работать На заводах Ну, в принципе В каких домах Будут жить, неважно Это В каком-то точнее Из этих трех домов Без разницы, да Потому что они, в принципе Все равно будут бегать на работу Вот Просто пришлось построить Из-за того, что Нехватка места была Несколько человек Ну, ничего страшного Значит, дальше Мы выбираем пока что Вот таким образом Значит, здесь Преположено будет Производиться Тотоматка Здесь у нас будет Производиться Ой, здесь у нас Стоп Не тот нажал в завод Здесь у нас С вами будет Производиться Только вишневый сок Здесь у нас Будет производиться Только яблочный сок Отлично, да Значит Складироваться у нас Может 325 тысяч единиц На складе С холодильниками Это достаточно много По отношению К 30 Ну, грубо говоря С половиной, да На маленьком складе Тем более Здесь точно так же Производят Точнее хранятся И овощи, и фрукты И все остальное Наше с вами И зерно И то, что у нас С вами Производится Так, слушай У нас что-то здесь С поливом Вот здесь надо будет Полить А здесь у нас Прикатить работать Тут что-то работает На нем Странно Сбор урожая Там, по-моему Там уже все Что можно Собрано Странно Ладно Потом, если что Это вопрос Дорешаем Так Значит По поводу Трудоустройства Давайте пока Выберем По одному Человеку На каждую Точку Так Сюда Далее Вот этот Идет Предположим Чтобы они Хотя бы Только начали Функционировать Уже, да Ну А, вот У нас Эти Как раз Красавцы Идут Сюда Теперь остальных Добиваем На максимум Отлично Стоп Не сюда Работники Дали Вот этот Идет А сюда Идет Вот Этот Шикарно Все А остальных Нам надо Сейчас Будет нанять У нас Больше С заводом Никого Нету Поэтому Будем ждать И надеяться Что здесь У нас Сейчас кто-то Появится Трудоустроить Вот Отлично Есть У нас Силач Ну В любое Здание Предположим И еще Одного Нужен Было бы Классно Если бы Чисто Был Ускопрофильный Вот он У нас Например Находится Все Мы всех В принципе С вами Нашли Так Где у нас Два товарища Раз И Второй Два Только чтобы Было всем По красоте Давайте Сделаем Вот таким Вот образом Сейчас Сделаем Хороший Буст Всех Сотрудников Именно В Работе На заводе Хотя Вот так Волькачаем Что-то Не уставал Некие Инвестиции В сотрудников В смысле Минус А почему Минус Что за бред Что это означает Минус Здесь Яблочный сок Помидор Вишни Минус А У нас Не производится Минус Потому что Они У нас Помидоров Нет Да я понял Так Ладно Сейчас мы Закупим Выбираем Блин Стоп Это Это нам Не надо Далее Выбираем От этого Сотрудника Далее Вот этого Теперь Здесь То же самое У нас Здесь 5 из 5 1 из 5 Реально Такое Вложение Сотрудников На заводе Так Но это Нам вообще Не упало Вот это Конечно Мы прокачаем Все Давайте Теперь Для Интереса Купим Пачку Помидор Помидоры Так Помидоры Где у нас Находятся Помидоры У нас Находятся Вот здесь Вот они У нас Давайте Возьмем Предположим Ну 3 тонны Предположим Купим Да Закупаем Так И вишни Нам надо Получается Купить Еще Да Блин Надо было Сразу Там это Сделать Сейчас Мы Купим Вишни Вот У нас Вишни Ну возьмем Тоже Предположим 3000 Для пробы Для того Чтобы выполнить Задание Так Завод по Производству Сока Какого у нас Начинает Яблочный Яблочный У нас Находится Вот здесь Да Смотри Он крутит Получается По складу Что мы смотрим Он Уничтожаются Яблоки Производится Сок Из 60 Килограмм Из 60 Килограмм Получается 50 Сока То есть Отсюда снимается 60 Килограмм Здесь добавляется Полташечка Ну слушай Нормальная Такая тема Да Реально нормально Плюс 25% Кстати у нас Еще работает Так Единственное Что Вопрос Надо посмотреть По чем Он Теперь продается По чем он Продать Вишневый сок У нас уже На слайде Находится Интересно Или нет Скорее всего Еще нет Ладно Мы тогда Это можем Сделать Каким образом Так А мы это можем Сделать По моему В кнопке Продать Да И в автоторговле Заодно Посмотреть Так Яблочный сок Кстати Вишни Да У нас Лежит Соки 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 Ну Блин А не посмотрите Ценообразование Черт Пока не продается Он там Ну ладно Тогда что Яблочный У нас Таше Производится Осталось Только Томатника Дождаться Томатный сок Как раз таки Вот Сейчас Привезли А нет Еще не Привезли Странно Машина Только что Заехала Или Вот Да Вот Привезла Помидоры У нас Причем Они Развозят И как раз Таки Отсюда Но Здесь У нас С вами Слад С холодильником Поэтому Здесь Продукты Все могут Находиться Долго И это Радует А Слушай Ну все У нас Суки Произвелись Осталось Куда Томатку Добить Которая Даже Еще не Начинает Кстати Не приступила К работе Почему Без Денегов Ждем А Ну вот Один Идет Я вижу Заходит Пошел Да Вот Они пошли На работу Отлично Слушай Короче На самом деле Надо Заморачиваться Следующим Надо Бурб Брать Теплицы Сносить К хренам Хотя бы Половину Перцев И Заниматься Посадки Только Помидор Ну потому Что Покупать Помидоры Ну такое себе Правда Мы сейчас Посмотрим По цене Сколько у нас Все будет Выходить Ну-ка Загорелись Они Нет Еще В плане Соков Нет Не появляются Странно Ну ладно Потом Посмотрим Что у нас Тут с поливом У нас Здесь С полив Походу Забаговался Опрысковение Идет Идет Ну и славненько Да Ждем тогда Когда сейчас Производ Нам Нужное Количество Томатного Соков Слушай А 400 Штук Надо Ну хорошо 300 Почему Только полоса Зеленая Вокруг Индикация У нас Не загорается Странно Ну ладно Принципе У нас Последняя Пачка Осталась Что это Будет И будет 400 А ну вот Она начала Заполняться Резко Как-то Да То ничего Не делать Он Бац Появляется Шикарно Так Ты все еще Покупаешь Семена На рынке Построй Здание В котором Будет идти Подготовка Семян К посеву И сделай Курс Семинар Практикум По управлению Продукцией Часть первая Чтобы повысить Производительность Производства У нас это уже С вами выучено Поэтому нам Теперь надо Построить Производство Семян И рассады Так Ну раз Такая пьянка У нас пошла Давайте Наверное Ее Где-нибудь Наверное Напротив Вот здесь Будем ее Выставлять Единственное Нюанс Надо Конечно же Здесь Сейчас дорожку Проложить Будет Предположим Такую Значит берем Далее По производству Семян Где же она Находится Вот тут Стоит она 84 тысячи В принципе А слушай Ну как маленькие Теплицы у нее Вот слушай Так она вообще Маленькая у нее Маленькая сама В себе даже Постройка Она даже сюда Может могла бы Влезть Ты смотри Ну я думаю Да Я думаю Да Мы однозначно Это сделаем Где-то вот так Не будем здесь Сбоку Ничего Где-то Выставлять Добиваем Такими Кусками Раз Два Сделаем Две штуки Скажете На хрена Две И я скажу Потому что Хочу Вот так И все Мне кажется Будет Намного Эффективнее И быстрее Это все Дело Производится Слушай Яблочный сок Прямо Фурэчит И фурэчит Единственное Я не могу понять Куда у нас Он продается У нас Вообще Он появляется Или нет Почему Мы не можем Его продать Ноль штук Ноль штук Не яблочный Не такого Он не все Складируется Они все Здесь находятся Они даже Отсюда не увозятся Ты посмотри Полторы тонны Вишневого сока Ну продавайся Или у нас Не стоит Точнее Галочка По продаже Сейчас проверим Так А вот и торговля Бесконечность Да Вот Я забыл поставить Значит Нам нужно найти Два других Срочно Сока И поставить Бесконечную Продажу Вот она у нас И вот она у нас Сейчас Это все дело Будет потихонечку Уезжать И продаваться Ну а пока Ждем постройки Наших Мини заводов По производству Семян Отлично Это у нас все Построилось Осталось нам Только конечно же Сюда сейчас Занести Наших сотрудников Я уже нанял Некое количество Товарищей И сейчас Их мы сюда С вами занесем И еще один Остался где-то Ах ты зараза Не осталось Сейчас мы Трудоустроим Кого-нибудь Где же ты у нас Воу Ты у нас сюда пойдешь В любой дом Абсолютно Давай И давай Теперь сюда Работничком Дуем Вот Отлично Так Актуальное Производство В принципе Фиг знает Какие нужны Производства И в принципе Что тут надо Сейчас мы разберемся Ну понятно Что ему нужно Предположим Там гречика Для производства Того-то А это Надо будет Поляном Заносить Вот Но с этим Чуть позже У нас с вами Сейчас Выполнили Это задание По поводу Производства И наш Добрый папочка Сказал Короче Чтобы Типа мы С вами Сейчас Компания Чтобы мы Не добивали Куатулев Посадили С помощью Сажалки Гречиху И произвели 200 банок Гречневого Меда То есть Это нам Получается Надо Чтобы вот эти Как раз таки Пасеки Нам начали Приносить Мед Именно Отсюда Но мы Сейчас Это в принципе Попробуем Сделать Конечно Я сомневаюсь Что тоже Все это Успеет Вырасти Но на следующий Год По-любому Думаю У нас Все зайдет Поэтому Включаем Режим Ожидания И начинаем Тупо фармить Ну что У нас с вами Настала весна Подготовка Идет полным ходом В принципе К летнему сезону Снег потихонечку Тает Заводы у нас Работают Ну кроме Вишневого Да и помидоры Кстати тоже Я кстати переделал Ребята все Парники Все под помидоры Поэтому Это производство У нас теперь Должно приносить Достаточно нормально Да и я в принципе Посмотрел По деньгам Достаточно неплохо Выходит С продажи Единственное Давайте посмотрим У меня есть В наличии Хоть что-нибудь Чтобы посмотреть И показать вам Ценообразование Так А у меня походу Нифига А ну вот У меня есть томатный сок Выбираем 2400 за 600 штук Более чем нормально Так Вот Поэтому С этим мы разобрались Значит здесь Я буду строить Точнее будет производиться Только исключительно Семена люпина Но нам для этого Потребуется сам Все люпин Поэтому Будем сейчас Сделать вот тут Я думаю где-нибудь Как раз таки Напротив Прям таки Одно большое поле Для производства Именно Для данной продукции Ну и сюда естественно Мы сейчас отправляем На машине Точнее машины наши Трактора Потом закупим Прокультивируем Потом закупим Семена люпина И здесь все посадим И как раз таки На зиму У нас здесь Товарищи будут Обеспечены работой Так Слушай Что у нас с вами здесь Ну последнее Что у нас осталось Изучить Это в принципе За 60 тысяч Поэтому Ждем Когда это все у нас изучится Так Что у нас здесь Здесь у нас Все хорошо Полив идет 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 Здесь у нас А это у нас с полями Да с этими Потихонечку Поливаются Здесь есть что собрать нам Пока что нет Ну да Пока значит Ждем все эти Выполненные работы Да В общем Не подвело Наше поле С гречихой И наши Естественно Пасечники В принципе Достаточно быстро Уже произвели Почти что нужно У них нам Количество Меда Осталось буквально Краполя Я тут потихонечку Пока собираю Помидорки И фармлю На деньжата И все больше Склоняюсь к тому Чтобы ребята Может быть Апнуть нам Наш дом Хозяйский О Все Отлично Успех Так Пройди курс По управлению Промышленной Скотоводческой фермы И курс По управлению Промышленной фермы По выращиванию Малого рогатого скота Коз и овец Построй большой сарай О боже Серьезно Это интересно Так Но сперва Мы конечно же Отправим Вот сюда Все О Мне дали ачивку Короче Стимовская Да Сертифицированные фермеры Охренеть Да Так оно и есть Но это из-за того Что мы с вами В принципе Выполнили уже все Нормы Все изучения Которые находятся В игрухе Мы по-моему Выучили абсолютно Все уже Абсолютли Как говорил Александр Невский Абсолютли Как вспоминают Его короче Товарищи Интересно Кстати А есть люди Кому нравится Творчество данного Персонажа Если да То напишите Какое кино Вам больше всего понравилось Но всякие приколы Аля Бэткомедиан Не в счет Ладно Мишка Отвлеклись от игры Но почему бы Не поговорить Ферма Дело такое Можно и пообщаться Да Что у нас тут имеется У нас тут с вами Люпин потихонечку Подрастает Здесь примерно То же самое Что так Это у нас Пройдено 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 Значит по поводу Дома Да Раз мы про него Начали разговаривать Стоит 630 тысяч Ну в принципе Более чем адекватная сумма Можно подтянуть А вот по поводу изучения Да Мы выучили абсолютно все Да уж Мы с вами парни Молодцы Так Это мы с вами забираем Отправляем на сбор Естественно Так И работаем Да Значит надо зайти На с вами на склад наш Осмотр складов Что у нас сколько У нас помидор 9 тонн Надо кстати их продать Пятерочку наверное Сейчас отгрузим Не успевают у нас просто Наши Эти самые Как его Наши заводы Не успевают перерабатывать Это все дело Взять судок Посмотреть Ну когда дают ее Нет Нет Больше не взять Походу только одноразовая Да Это мы скинули Мед Но он автоматически продается Но все остальное Да у нас на автопродаже стоит Мы с вами в принципе Ничего не храним Здесь Да Ой Слушай А ну смотри У нас здесь грибок Где-то еще появился Ну ничего здесь Да Надо его Так у нас грибок Так у нас грибок Да у нас именно грибок Выбираем Купить еще Кстати по поводу грибков И всех этих хрений У нас периодически не появляется Поэтому думаю сейчас Сделать небольшую закупь Где-то Наверное По Ну они долго хранятся Поэтому давайте О по тысяче Дофига А ну по сотке Тогда возьмем каждого И этого возьмем Да Сейчас привезут И спокойненько Это все дело здесь Опрыскаем Так Нет На машине Да Отправили Там у нас трава взошла Нет Значит все Боже Да нет не все Нас тут Не отпускают Наши огромные поля Давайте Значит нам надо С вами построить Один большой коровник Может кстати Как раз сюда у нас Он влезет Сейчас проверим Коровник Большой Вот он у нас Он просто огромный 140 мотива тысяч стоит И сара еще И свинарник Но свинарник нам пока В принципе не нужен Слушай ну да Он очень большой Через Он прям Нихренаж себе У него размеры Ладно Я тебя понял Значит Ты доставил тебя Дружище вот здесь Единственное Надо только Будет сами Сейчас Дорогу Немножечко Удлинить До максимума Да Давайте сделаем Вот так И вот здесь Не захватить тебя Зараза Игра Игра конечно Начинает терять ФПС И конечно По жести Из-за такого Количества Всего Но надеюсь Парни Для вас Это Несмертельно Так Вредительное Твое поле Да это я помню Сейчас мы Это все делали Баренька там Пощикали Там должно было Уже все приехать У нас Она приехала На машине Поехали Да Полив идет Отлично Сборы 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 У нас еще Здесь жуки Появились Матерь Что за День такой Работаем Ждем Коровника У нас По-любому С вами будут Проблемы С поселенцами Новыми Поэтому давайте Для них построим Новый домик Кстати Стоп Чего А Это наш дом Хозяина Да Да Вот этот домик Думаю Поставим где-то Здесь сбоку И если что Еще один У нас сюда влезет Хотя я думаю Давайте сразу Наверное Бакнем его Чтобы по красоте Все было Вот так вот Отлично Все Пускай достраивается Коровник И будем нанимать А кстати Нанимать Натуре У нас по-моему Здесь у нас Забито все У нас еще здесь Два человека Влезут Давайте пока посмотрим Во Отличный товарищ Ну в любой дом В принципе без разницы Так Себя мы тоже Трудоустроим Там по-любому Человека 4 будет Наверное Находиться Вот еще один И еще бы одного Такого найти Было вообще шикарно Но к сожалению Такого нету Давайте тогда возьмем Вот эту данную С кустами Пофигу Да Так Достраивайте Друзья Да Слегка погорячился Правда У нас сюда влезает Всего лишь 3 человека Но ничего страшного У нас как раз таки Они все есть Остальные Ну наши будут разнорабочими Ничего страшного Потом по-любому Еще построим Какой-нибудь Улучшаем А потом по-любому Еще построим Какого-нибудь Какой-нибудь очень коровник И сделаем Кстати прямо вот здесь За ним Купим вот кусок земли И прямо здесь бахнем Еще один Такой здоровый коровник А может даже 2 или 3 Вот Значит дальше нам надо строить Перерабатывающее предприятие Но сперва нам нужно купить коров Давайте сделаем сейчас Такую нехилую инвестицию В районе 20 коров Вот так вот Да Это у нас выглядит Разрешенные продукты В принципе Подбирать автоматически Но у нас в принципе Все То что тут находится Все у нас есть И на складах По-моему тоже Да Если не ошибаюсь Так Сейчас посмотрим Так Склады Я смотрю складов Ну Помидоры есть А у нас А Помидоры есть А вот яблок у нас У нас помидоров очень-то темного Да Яблок пока нет К сожалению Все переработано было в молоко Ой В молоко Господи В этот самый В сок У нас едут наши коровки Ну ладно 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 Так Что нам получается надо сделать Перерабатывающее предприятие Если мы будем идти По этой сфере Ну-ка давайте посмотрим Сколько у нас будет сейчас стоить Покупка земли Вот это 70 тысяч Ну давайте мы ее покупаем В принципе Да Вот Нам значит следующее Надо сделать Мы сейчас здесь Проведем дорогу Вот в этом месте Вот так вот сделаем Ее наверное Да Раз Два Если у нас с вами будут идти Здесь коровники Значит само предприятие У нас должно будет Находиться где-то здесь И рядом с ним еще построим Один вот такой склад Я вообще на самом деле Думаю может быть снести Вот эту всю мелочь Мелкие сады Мелкие Эти склады И построить Предположим вот здесь Еще один здоровый А он интересно сюда влезет Вообще или нет Сейчас посмотрим А он сюда не влезет Ну тогда охренеть Снимать все таки Все Вопрос в повестке Снят Единогласно Да Это мы с вами ставим сюда И давайте смотреть По нашему Предприятию Значит у нас должен быть Где-то здесь находиться А вот и оно В принципе Производит у нас Сыры и другие Продукты на основе Молока Ну по картинке У нас вообще Один сыр Поэтому Нихренаж себе Нихренаж себе Я скажу себе Да достаточно Крупная фиговина Да Однозначно Если мы его Поставим здесь Предположим Коровник у нас Сейчас не пойдет Здесь Не очень хорошее место На самом деле Лучше наверное Было бы коровники Если мы будем Все так их сделать Вот так Бачками Бачком размещать Хотя что нам мешает Друг вокруг друга сделать Да Давайте поставим его тут Вот так вот Чтобы был более Адекватный выезд Естественно Нам придется сейчас Здесь с вами Проделать новые дороги Вокруг этого поля Вот так вот И здесь вот Нам надо с вами Будет это Протянуть А слушай Интересно Влезет у нас сейчас Склад Если нет Придется купить Соседнюю территорию Да Да не Вроде должен влезть Вроде он не такой У нас и толстый Да Он нас сюда влезет Отлично Тогда мы его Как раз таки Внедрим Вот сюда Много садов Не бывает Пускай находится Так что Надо здесь поливом Полив надо Сделать срочно Отправляемся Работать Так Где у нас еще С поливом Проблема Вот тут Все вроде 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 все Да Ну Тогда что Ждем постройки Века Отлично Ну что У нас с вами Завод построен Так Склад у нас Естественно тоже Давайте посмотрим Как у нас он выглядит Естественно Сблизи Такое Абсолютно Всего и вся Единственное Такое нюанс Нам получается Надо сделать Следующее Нам надо Сделать Это зайдем В настройки И убрать продажу Всего нашего молока Да Так Это у нас Софта торговли Находится Молоко Значит Это мы больше Не продаем Но выбираем Зато все сырые Абсолютно все Да Видите Постепенно Сначала просто Занимались Продажей одного Потом Короче Уже начали Переходить На более Крупные Объемы Так Козье молоко Оставляем Вот это мы Оставляем Так Сырые Да Ой блин Я не заметил Сори Так Это мы ставим Козье мясо Козье молоко Ой коровье молоко Точнее Это нам не надо Не надо Масло продаем Малина Нет Огурцы Так Овечесыр В безлимит Тоже ставим Это в безлимит Туда же Все в принципе Да Так А пачки молока У нас с вами Коровье молоко Надо убрать Ну вроде все Все остальное Да Мы С вами Вот так вот Сделаем На всякий случай Да Остальное Все с вами Мы начинаем Производить Конечно же Фиг его знает Когда Сейчас все Пока завезут Пока это все Здесь делают Но вопрос С времени А вон Пошли первые Поставки Труктера Начали заезжать Уже На склад Что-то привезли А коровье молоко Уже Смотри Привезли Естественно Будет сейчас Продажа сыра У нас Происходить Точнее Производство Ну и потом После продажи А смотри Причем Одновременно У них Работает И получается Пять человек Да Раз Круто Одновременно Здесь почему-то Кстати одновременно Не работает Только одно Либо другое Вот это странно Кстати Не знаю почему Отлично Выработает Тысячи Малины Ну Заработай понятно Да Вырасти точнее Три тысячи клубники И шесть тысячи вишни Но вишни проблема Клубнику и малину Нам придется сажать Ну и я думаю Мы с вами Это уже ребята С вами сделаем Да В следующей серии Как по мне кажется Получилась такая Достаточно плотненькая Такая уже технологичная серия Все начали строить Уже развивать Именно в промышленных масштабах Ждешь продолжения Взять нас такая ролика Лайкосик С вами был Дмитрий Сережа Плэйс Я их люблю До новых встреч Всем пока